Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, как заготовить черенки винограда для размножения осенью. Почему осенью в наших условиях очень важно? Потому что, во-первых, у нас суровые зимы. Зима в любом случае у нас как бы всегда с минусовыми температурами. И наши черенки просто до весны напросто на кусте могут, эти лозы, могут просто напросто не дожить. Они подможнут. Раз подможнут, они будут пригодны для размножения. А осенью мы их срезали, положили в теплом месте. Они прекрасно сохранятся до весны, до той поры, когда мы начнем их предпринимать, какие-то операции, чтобы наши череночки укоренились. Значит, первое, что мы обрезаем лозы. Осенью это еще плюс осенней обрезки в чем? Виноград весной плачет. Все вы знаете, если мы запаздываемся обрезками, виноград плачет. То есть его питательные вещества уходят никуда. Мы истощаем просто-напросто куст. А вот осенью этого не происходит. Что мы берем, делаем? Значит, мы берем любую виноградную лозу, отрезаем. Отрезаем виноградную лозу. Что мы будем использовать для размножения? Значит, смотрите, каждая виноградная лоза, она есть коричневого цвета. Потом коричневый цвет переходит в светло-коричневый, а потом просто пятны, более зеленоватые. Так вот, та часть, которая зеленоватая, она не вызрала. И она, конечно, уже если мы ее срежем и оставим даже на хранение, она не сохранится. Она будет плесневать, и она будет как бы плесневать и погибать. Далее, что мы еще смотрим? На этом побеге винограда, значит, мы его взяли, значит, оставили зеленую часть, мы отрезали. Отрежем зеленую часть, а вот эту часть остальную будем нарезать на куски. Значит, обычно в наших условиях любительских, где нету больших подвалов, мы нарезаем такие кусочки, где-то 35-40 сантиметров, 3-4 почки. Есть сорта винограда, в которых почки как бы более сближенные. Если более сближенные, значит, найти ориентир. Таких сортов винограда, где сближенные почки, мы отрезаем 30 сантиметров. 30 сантиметров примерно отрезаем такой кусок. Такие куски мы будем хранить. Ну, в производственных условиях, где большие подвалы, они нарезают, конечно, и по метру эти лозы оставляют, и по метр 20. Там, конечно, большие объемы. У нас таких объемов, конечно, нету, у нас объемы меньше, поэтому длина членка, соответственно, меньше. Ну и вот здесь самый важный момент. Нарезаем зрелые членки. Перед тем, как нарезать членки, на них есть усики. Есть усики, эти усики мы сякатором обязательно вырезаем, чтобы они не создавали нам неудобств в дальнейшей работе. Отрезали. И вот, смотрите, еще один нюанс, который многие забывают. Значит, нижний срез мы будем делать. Здесь почечка у нас. От нижней почки мы делаем нижний срез на 5 сантиметров. Не под почкой, а на 5 сантиметров. Для чего это делается, такой срез, ну, более ниже на 5 сантиметров? Потому что весной срезы необходимо будет обновлять. Если мы подрежем над почкой, нам уже обновлять будет нечего. А 5-сантиметровый такой запас даст нам, конечно, возможность сделать по-новому срез. Черенки мы нарезали. И дальше можем связать пучки, для того, чтобы они занимали меньше места. Нарезали череночки, удалили усики, нарезали череночки, вяжем пучки. Сколько там вязать пучок, все зависит от вашего желания. В производстве вяжут по 100 пучков, для того, чтобы легче считать количество черенков. Вот вы можете и по 50, и по 30, и по 20, без разницы. Выровняли, в двух местах связали, ваш пучок готов. Ну, а дальше, где хранить? Тут есть технологии две. Самая простая технология, которая доступна вам. В любом случае копаем яму глубиной 35 сантиметров. Это для наших белорусских условий. У вас есть условия более суровые, значит, там могут другие параметры быть. На более мягких условиях другие параметры, но наши условия 35 сантиметров. И вот в эту яму горизонтально мы укладываем, то есть траншейку выкопали и укладываем черенки. Уложили наши черенки, засыпаем землей 10 сантиметров сразу и положили, а дальше утепляющий слой. Утепляющим слоем у нас может быть что? Это может быть опилки утепляющий слой, это может быть лист, это может быть солома, и это может быть моксфагнум. Вот как раз здесь моксфагнум подойдет очень кстати. Положили утепляющий слой 10 сантиметров, ну и дальше где-то 15 сантиметров, 20, сколько там останется у вас, в зависимости от объема черенков. Обыкновенная земля, засыпали землей, поставили колышки, чтобы ее снова могли найти, все, и забыли о наших черенках до весны. В этом природном холодильнике они прекрасно сохранятся на 100%. Но если вы хотите, чтобы ваши саженцы выросли получше, удлинить период вегетации, значит размножением вам придется заниматься раньше. Это где-то в феврале-марте, а земля еще не оттаяла. Поэтому в этом случае, если мы будем наши черенки начинать прораживать в комнате, мы эти череночки будем хранить в подвале. Ну как хранить в подвале? Самое простое в подвале, значит, что советуют обычно? Советую, что положить в песок, положить в песок, сухой песок, положить, просыпать и время от времени просматривать. Мой секрет, мы сделаем еще проще. Не надо нам никакой песок, не надо нам себя утруждать. Мы берем эти наши, обворачиваем или сырой газетой наши черенки. Если есть мох с фагнумом, мох с фагнумом, чтобы не опадал, мы его привязываем, конечно, и ставим полиэтиленовый мешок. Единственное, что полиэтиленовый мешок мы не завязываем. И в таком виде мы опускаем в подвал. Нам очень легко контролировать зимой, чтобы наши черенки там не плесневели. И это очень хорошо, опять же, если надо газеты перемотать, можно тут мох пообновить. Черенки в этом случае сохраняются очень хорошие и свежие. Они не подсыхают. Так что возьмите этот способ себе на вооружение. Так что, поняли, все делается очень просто. Или в грунте, или в подвале хранятся наши черенки. Других вариантов нет. Поэтому возьмите это на заметку. Используйте эти побеги. Тем более, что сорта винограда у вас могут быть очень хорошие. Не обязательно вы все зачеренкуете. Но срежьте, по крайней мере, на хранение все. Потому что весной у вас будет материал, которым вы сможете не только вырастить саженцы для себя, но сможете этими черенками поделиться со своими знакомыми. Так что вам хороших урожаев винограда, хорошего размножения, получения хороших саженцев. Ну, а как разводить весной? Как делаются там кельчевания, другие приемы, чтобы ускорить прорастание и образование лучшей корневой системы? Мы расскажем в следующих роликах. До свидания.